Дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 2 августа. 2 августа 1930 года во время опытно-показательных учений военно-воздушных сил Московского военного округа на окраине города Воронежа, впервые в СССР, был высажен воздушный боевой десант. Идея возможности перемещения воинских подразделений по воздуху появились вместе с зарождением боевой авиации. Но изначально речь шла только о посадочных десантах, то есть бойцов и технику должны были самолетами вывозиться в тыл противника и там выгружать, а применение парашютов для высадки бойцов, тогда никто еще не думал. Парашют рассматривался исключительно как средство спасения пилотов и мало привлекал внимание военных специалистов. Все изменилось в 1928 году, когда на совещание руководящего состава ВВС был поставлен вопрос о применении парашютов в военной авиации. Главная роль в организации первого парашютного десанта по праву принадлежит военному летчику Ильга Эмминову, ставшему фактически первым военным парашютистом в СССР. В 1929 году он был командирован в США, где познакомился с состоянием парашютного дела, изучил методики подготовки американских летчиков к вынужденным прыжкам с парашютом. Вернувшись с дипломом парашютиста и имея опыт трех прыжков, он стал и первым инструктором. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.